И снова здравствуйте! Интернет-магазин Antilife.com.ua представляет вам еще одну новинку с Full HD дисплеем под названием GuFon X7. Данная модель вышла совсем недавно. Имеет очень привлекательный внешний вид. Есть логотип GuFon. Задняя крышка покрыта soft-touch пластиком, который не скользит в руках. Смартфон действительно получился интересный. Качество экрана поражает. Есть все, что нужно для пользования. И отличная камера, и 4-х ядерный процессор, и гигабайт оперативной памяти на борту. Для современных игр все, что нужно. Поставляется смартфон у нас вот в такой вот коробке. Необычная для смартфона коробка. Жестяная, не картонная. В процессе транспортировки она иногда может съеживаться, когда много. Смартфонов рядышком. Поставляется она в комплекте. Вот такая пленка. Сейчас почему-то в коробке две вот таких пленки. Ну, вы не обольщайтесь. Скорее всего, будет одна. Может быть, китайцы склеенные они. Так вот, наверное, и получилось. Дальше вот такой вот поролон. Ну и стандартно. Два аккумулятора у нас идет. Зарядка. Влаживаем мы обязательно переходничок. Наушники. Ну и USB кабель для подключения к компьютеру. Аккумуляторы у нас довольно-таки емкие. Заявлено 2800. Мы тестировали реальную емкость аккумулятора. Вот эту пленочку все снимали. Верхнюю. Реальная емкость 2100. Имейте это в виду. Перейдем непосредственно к нашему смартфону. Как я уже говорил, корпус отличный. К минусам сразу могу сказать у этого смартфона то, что экран иногда не совсем хорошо проклеен. Иногда вот этот экран по ободкам чуточку ходит. Я считаю, что если его там не трогать, если его не ронять смартфон, то все с экраном будет в порядке и будете пользоваться на здоровье и радоваться. Давайте посмотрим, что у нас у смартфона есть. У нас есть камера, есть вспышка. Сверху кнопка включения и гнездо под наушники. Спереди у нас три сенсорных кнопки. Сверху динамик и передняя камера. С этого бока ничего нет. С этого есть качелька громкости. Ну и снизу стандартный микрофон плюс разъем для зарядки USB. Экран. Экран у нас, как я говорил, Full HD. Цветность супер. Углы обзора шикарнейшие. Я поставлю свою любимую картинку на Full HD экранах. Смотрится как-то вот с этой картинкой монолитно, как с листа бумаги. То есть видно, что это не дешевая ТФТ-матрица, а дорогущая IPS. По поводу Antutu. Давайте посмотрим, что у нас показывает наш смартфон. Сразу обращаю ваше внимание на то, что смартфон к нам приходит, и мы их обязательно все шьем. Объясняю почему. Потому что с заводской прошивкой у смартфона куча софтовых проблем и совершенно нерабочий плеймаркет. Он постоянно выдает ошибку. Прошивку мы нашли. Вот такая вот она у нас. Посмотрим потом интерфейс подетальнее. Но есть у нее одна особенность. Точнее их несколько. Сейчас мы до них дойдем. Видим, что это GUFON X7. Что МТК 6589. Разрешение экрана реальное 1080 на 1920. Памяти у нас доступно 4 гига. Ну, я думаю, что вы уже все увидели вот этот вот момент, на котором я хотел заострить ваше внимание. Но чуть позже. Камера 12.6. Фронтальная 2. Два реальных, потому что снимает фронтальная камера суперски. Для смартфона. Ну, стандартная Android 4.2.1. И теперь перейдем вот сюда. ОЗУ у нас прошивка выдает 2 гига мегабайт. Обращаю ваше внимание на то, что это не соответствует действительности. Оперативная память и у данного смартфона всего 1 гиг. Так же, что еще у нас в этой прошивке, скажем так, не работает сырое. Возможно, это все будет устранено после дальнейших перепрошивок, после выходов новых прошивок. У смартфона не работает вот этот вот датчик освещенности и датчик уха. Как это не прискорбно, но чтобы разговаривать, его нужно тушить кнопочкой сверху. Из основных датчиков у нас есть... Нет, датчики эти есть, но они в прошивке, они не работают. Но на данный момент, просто-напросто на других прошивках не работают плеймарки. Я считаю, что это куда более важнее. Вот, датчик приближения. Ну, никак он не реагирует. Печально, но мириться можно. И датчик освещенности. Тоже софт не запилен под эти датчики. Все остальное, акселерометр, компас, все отлично работает. Давайте посмотрим, скольки точечные у нас экран. У нас 5 точек прикосновения распознается. По поводу прошивки, опять же. Интерфейс у нас полностью на русском языке. Все необходимые менюшки есть на русском. Вот одна софтина, китайская, присутствует. Но она особо роли не играет. Настройки все у нас также на русском. Вот информация о телефоне. Присущее меню быстрого вызова для Android 4.2. Стандартно все. Теперь по поводу экрана. Давайте же посмотрим, насколько он, все-таки, этот экран красивый. Насколько он яркий, насколько он качественный. Какие у него углы обзора. Привычные картинки в Full HD качестве, я думаю, ни у кого не вызывают нарекания. По быстродействию смартфон, я думаю, тоже плохим назвать нельзя. Если у вас есть вопросы по поводу воспроизведения Full HD видео, то могу сказать вам, что без конвертировки просто закидывается видео нужного формата. Пусть это будет Full HD. И просто спокойно воспроизводится. Даже особо без каких-либо установленных программ. Просто воспроизводится стандартным Android проигрывателем. Звук. Слушаем. Углы обзора шикарные. Далее, перейдем к браузеру нашему. Смартфон отлично справляется с современными тяжелыми сайтами, у которых много флеш-анимаций на страничках. Вот наш сайт. Довольно тоже тяжелый. Довольно долго он прогружается на всех аппаратах. Будь это планшет, то ли смартфон. Я его сейчас обновлю. Работает он и так, и так, как удобно. Прогрузился. YouTube-видео также без проблем запускается, работает. Поэтому можно пользоваться, радоваться. То, что я уже говорил, у нас полноценный рабочий плей-маркет. Никаких ошибок не выдает. Все, что нужно, мы можем скачивать. Доступны у нас любые приложения. Все прогружается. То есть, можно с удовольствием пользоваться. Отлично смартфон у нас работает также со скайпом. Никаких нареканий не было. Давайте посмотрим современные игры. Такие как Most Wanted и Modern Combat 4. Отлично сколько мы подключаем. Извините. Отлично. Отлично. Подписывайтесь нет. Все. Вдох-дох. Поэтому sommer, как стремиться, Отлично. Смартфон оборудован двумя Очень хорошими камерами Есть у него фронтальная камера Допустим, давайте возьмем И есть основная 12-мегапиксельная камера Можно со вспышкой, можно без Как угодно Фотографии делаются быстро Ну и все они получаются Такого хорошего качества А вот качество Фронтальной камеры В целом мы имеем Очень интересный аппарат Очень интересный смартфон С Full HD экраном С отличной производительностью Отличной синхронизацией Видим, что Уже С современными играми Даже с такими экранами Смартфоны работают отлично Из минусов могу сказать Недоработанная прошивка Как только выйдет Нормальная новая прошивка Будем прошиваться Будем Улучшать работу датчиков Из минусов могу сказать Что вот корпус Вот этот вот по бокам Собран хорошо Но иногда Встречаются отдельные аппараты С несколько Продавливающимся стеклом Такое можно встретить И на других аппаратах Но я думаю Если его не трогать То особо Ничего Не случится Если не ронять Не бить его В целом Смартфон за свои деньги Напоминаю Стоимость его Колеблется Ниже чем 300 долларов Из наличия в Украине Если сравнивать его с аналогами То аппарат очень хорош Можно смело покупать Можно смело пользоваться Спасибо за внимание